Что происходит на самом деле? На самом деле, народ наш Александровский, он никому не нужен. Когда он приходит и говорит, а давайте сделаем, как гласит Конституция, и не будем выходить на те вилки, которые нам ставят, можно так, можно так, и дают право народу, выберите, как вы хотите. Народ говорит, мы хотим так. Что наша дума? Она говорит, нет. Нет. Вы, народ, носите здесь рекомендательный характер. Мы, ваше во мнение, слушать не должны. Это говорят люди, которых мы с вами выбрали депутатами. Когда мы говорим, что вы же депутаты, вы должны защищать... Это первая провокация. Я не понимаю, куда смотрят наши органы надзорные, и почему они все время волокитят. Мы с трудом понимаем, почему мы не можем добиться какого-то действия, какой-то справедливости. Мы, затребовав документы нашей думы, которая подала документы на регистрацию в Ставрополь, в Министерство юстиции, смотрим, и на протоколах, на итоговом протоколе публичных слушаний, на самом протоколе проведения слушаний, мы находим фальсификацию. Там не написаны люди, которые от нас выступали. Там не написано ничего о том, что мы говорили. Три строчки со ссылом на какие-то статьи. Я вообще не понимаю, как могло все дойти до того, чтобы фальсифицировать. В конце публичных слушаний наш председатель Думы Теряева, зачитывая, 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 что все, кто стоял и говорил, нет, мы хотим прямых выборов, что, оказывается, мы и все рекомендовали им, внести поправки в закон. Мы хотим, чтобы нам назначали. Странно. Когда мы возмущаемся на это, и этому есть более сотни свидетелей, есть видеозаписи, и говорим, нет, так не должно быть, нас просто не слышат. Мне кажется, по-моему, наша власть злоупотребляет. Что-то здесь не так. Когда начинаем обращаться в органы или куда-то, все смотрят, и получается так, что на нашем правосудии эмблема женщина с весами, завязанными глазами, весы куда-то убрали, она просто сидит. И никуда не смотрит. Ей все равно.